Девушки отдыхают Варвары, повторял Наполеон, и казнил тех, кто ради спасения России сжег свой город. Девушки отдыхают Варвары, повторял Наполеон, и казнил тех, кто ради спасения России сжег свой город. Когда загорел манеж, и было первое обсуждение этой проблемы на общественном совете Юрия Михайловича, и мы говорили о том, что нельзя под манежем строить гаражи, что это капитальное строительство на памятнике, что это запрещено законом и так далее. И так далее. Подводя итоги, Юрий Михайлович сказал, сидит зал, человек 300, но говорят, закон не разрешает. Но что такое закон? Весь зал застыл, почти как вы, с напряжением ожидая ответа. Юрий Михайлович так подумал и сказал, ну закон это же недолго. Это же способ пофилософствовать. Незадолго до пожара на манеже было уничтожено еще одно историческое здание, Ваенторг. На заседании комплекса архитектуры и строительства Москвы главному управлению охраны памятников поручено рассмотрение возможности полной разборки здания. Нынешний владелец Ваенторга утверждает, что он окончательно превратился в руины. И судя по всему, уже имеются далеко идущие планы по использованию занимаемой зданием земли. Насколько я знаю, в течение последних 10 лет это здание находилось на балансе московского правительства. До этого оно было на балансе Министерства обороны. Вокруг него происходили какие-то имущественные игры. Вся эта закулисная финансовая игра, на мой взгляд, вовсе не оправдывает того, что крепкое, здоровое и ценное в историческом плане здание должно быть в конце концов разрушено. А потом городские власти решили зачем-то воссоздать заново лучшую гостиницу советского периода. Гостиницу Москва. За последние 15 лет в Москве снесено около тысячи исторических зданий. Из них около ста являлись памятниками. То есть вот теми, где были обязательства, правовые государства их сохранят. С такими темпами мы быстро потеряем Москву. То есть мы Москву уже потеряли на самом деле. От Москвы ничего не осталось. Мы, Иваны, расстраивающие, мы просто не помним, что за нами была большая культура. Просто мы ее не забыли. А я как варвар. После трагедии с Ваенторгом, гостиницей Москва и Манежем, немногочисленные защитники исторического наследия получили неожиданную поддержку. Их ряды пополнила молодежь. Конечно, хотелось бы все-таки учить историю искусств по живым объектам, а не по картинкам в интернете и в учебниках. Это они устраивают акции и пикеты в защиту памятников истории и архитектуры. А созданный ими сайт «Москва, которой нет» сегодня посещают тысячи людей. Но силы, надо признать, слишком неравны. В марте 1997 года среди преподавателей военно-воздушной академии имени Жуковского поползли слухи о скором переезде. Петровский путевой дворец, который почти 75 лет занимала академия, придется освободить. Говорили, что на царский дворец претендует Совет Федерации, и губернаторы намерены разместить здесь свой клуб. В свое время этот дворец служил резиденцией российских государей, следующих из Петербурга в Москву. Он был построен в 18 веке знаменитым зодчим Матвеем Казаковым по заказу Екатерины Великой. В 1812 году здесь, спасаясь от московского пожара, останавливался со своим штабом Наполеона. В начале 20 века в Москве оставалось только три действующие императорские резиденции. Большой Кремлевский, Нескучный и Петровский дворцы. Пришедшие к власти большевики нашли царскому имуществу новое применение. В 1920 году по личному указанию Льва Троцкого дворец передали авиаторам. Те устроили здесь опытное производство. А потом в царской резиденции разместилась военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского. Это отсюда вышли Юрий Гагарин, Герман Титов и большинство знаменитых советских летчиков и космонавтов. У дворца появилась новая история. Какие-то работы за счет финансирования Минобороны здесь проводились. Но делалось это далеко не на лучшем техническом, технологическом уровне. А уж капитальной реконструкции, капитальной реставрации, которая затронула бы и несущие конструкции и прочее, здесь не было аж с 1862 года. Ничего удивительного, что ни руководство военно-воздушных сил, ни начальник академии просто так отдавать дворец не хотели. Они вели переговоры с мэром Москвы Юрием Лужковым. Тот имел на царскую резиденцию свои виды и предлагал в обмен на дворец передать академии 200 квартир. Дело оставалось за малым. Убедить федеральные власти отдать дворец под московскую юрисдикцию. В феврале 1998 года просьба столичного градоначальника была удовлетворена. Как следовало из указа, подписанного самим Ельциным, дворец передавался городу на условиях научной реставрации и соблюдения правил, подобающих памятникам федерального значения. Решение передать дворец столичным властям всерьез испугало многих. Что такое реставрация по-московски, знали уже не только специалисты. Прямо от храма Христа Спасителя начинается один из самых дорогих московских районов – Остоженка. Вот здесь, во втором зачатиевском переулке, еще недавно стоял дом 18 века. В 19 веке в нем жил знаменитый полицмейстер, а затем губернатор Москвы Николай Архаров. Это его подчиненных в народе прозвали архаровцами. В советское время дом поделили на коммунальные квартиры. Дом был такой вот, какой-то трехгранный, так, так и так, такой нелепой из неформы. Там все время горели окошки с какими-то там этими фикусами, там видны были книжные полки до потолка. И все время котик сидел на открытом этом салоне. У меня осталась фотография, только что она висит на стене дома такая большая. Вот я смотрю и радуюсь, что это было в моей жизни. А детям я уже это не смогу показать своими. В 2000-е годы дом Архарова и весь примыкающий к нему участок московские власти передали коммерческой фирме, которая обязалась реставрировать этот памятник архитектуры. А за это получала право построить рядом с ним пятиэтажное здание. Но тут вышел закон, вообще запрещающий строительство на территории памятников. И тогда на помощь коммерсантам пришло главное управление по охране памятников Москвы. Москомнаследие. Вот протокол выездного заседания компетентной комиссии. Смысл заключения такой. Учитывая, что реставрационные работы дома Архарова приведут к физической утрате подлинности памятника, дом из списка памятников исключить. Как только вывели из памятников архитектуры, речь уже не стала идти о строительстве дома во дворе. Да, компания благополучно захватила и сам дом Архарова и уничтожила его. На соседней Причистенке похожая участь постигла дом графа Татищева. Построенный в 18 веке, он пережил пожар 1812 года. А в начале 21 века, в результате так называемой реставрации, от памятника архитектуры остались только три фасадных стены. Такая же судьба ожидает и дом поэта Веневитинова. Именно здесь Пушкин впервые прочел своего Бориса Годунова. Здесь родился Александр Галич. В советское время здесь тоже были коммуналки. В 1999 году дом по непонятным причинам попал в списки аварийных. Людей отселили, а дом попытались снести. Но общественность не позволила. Тогда дом отдали под так называемую реставрацию. Они уничтожили все интерьеры, уничтожили родные полы, снесли колонны, перегородки, снесли перекрытия, хотя перекрытия там были в идеальном состоянии. Но как только они оттуда ушли, в какой-то момент времени, там тут же поселились бабушки. В первую же зиму они дом подожгли. По счастью, его потушили, но крыша там дырявая. И вот уже несколько лет как дом продолжает заливать водой и так далее, и так далее, и так далее. Но вернемся на Остоженку. Вот здесь, у стены Зачатевского монастыря, в Молочном переулке, еще недавно был деревянный дом начала 19 века. Охранялся государством как памятник архитектуры. В одной из квартир жили потомки дореволюционного хозяина дома. Семья Филатовых. С Филатовым это самая жуткая история. Последние по пальцам семей в Москве, которые живут в своих исторических дореволюциях, как бы в родовых таких гнездах. Не квартиросъемщики, а действительно люди в своем доме. И как он рассказывал, что когда там началась грызня, его 60-х еще пытались оттуда выгнать, он что-то пошел в ЖЭК за бумажками, а бумажек нет, потому что он никогда не въезжал. Он жил покупщик грамоте 12-го года. Вот это был его документ. В начале 90-х это заповедное местечко решили расчистить под новое строительство. Под предлогом аварийности здания всех жильцов выселили. Только Филатова отказались съезжать из родового гнезда. Когда, скажем так, жильцы не хотят уезжать из дома, у них тоже случаются пожары. Допустим, молочный перевод, дом 5, неоднократно горел. Его просто поджигали. Потому что другим способом выгнать хозяина из этого дома не представлялось возможным. Ну, в конце концов, сумели выгнать. Это случилось в начале 2000-х. Филатовых переселили на окраины Москвы, а их фамильный дом отбили под реставрацию. Фирма-реставратор первым делом снесла крышу, окна и двери. И в таком состоянии оставила деревянный дом на зиму. А потом управление по охране памятников города Москвы подписало согласие на снос и постройку на этом месте другого дома, внешне похожего, но из бетона. И, естественно, большей площади. В молочном переулке не осталось ни одного старого дома. Да, вот это были последние. Он был последним жителем переулка, и это был последний живой дом. Самое удивительное, как он любил все это. Филатов, понимаете, это настоящий человек, у которого есть родина, да, была. Который не квартиросъемщик, а который вот москвич. Вот такой, да. Если здесь, в этих домах, квартиры, уже метр перевалил за 10 тысяч давно, а это не квартира, а дом на одну семью, как они его заявляют, с зимним садом, бассейном, там и всеми делами. Но эта семья, получается, будет уже не Филатова, а чья-то другая семья. Ну, разумеется. Такая же другая семья, да. Та была плохая, это вот приедет хороший, как бы более достойный. Над стройкой стенд с надписью «Реставрация. Реконструкция памятника архитектуры 18 века». Они, оказывается, тут 18 век строят. Из бетона. И почему-то называют это реставрацией. Памятникам, в соответствии с федеральным законом о культурном наследии, неприменима реконструкция вообще. Нашу прокуратуру это мало интересует. Между тем, подобные надписи можно видеть на многих московских стройплощадках, где еще вчера были памятники истории и архитектуры. Это вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Он ведает все городской застройки. Сносы памятников и новое строительство – все в его виде. Прокурору надо обращаться в такие вопросы. Следовательно, везде преступники есть. Если такие факты есть, дайте такие факты, привлечем к уголовной ответственности. Обращались. Девять десятых обращений просто не принимаются. Нет состава, нет того, нет сего. И вот мы ходим между всеми по кругу. А в это время все исчезает. Исчезает вся Москва. И нам все говорят...